Вы смотрите программу «Город С» в студии Инда Румянцева. Здравствуйте! Сегодня уже не в первый раз мы будем говорить о людях, которые защищают нашу мирную жизнь и саму возможность безопасного существования и развития нашей страны в будущем. Речь пойдет об участниках специальной военной операции, в том числе о тех, кто выбирает этот путь добровольно. И, конечно, мы не можем обойти стороной вопросы, касающиеся заботы об этих людях и членах их семей. Какие меры поддержки участникам СВО и их семьям гарантируют государство? Какую помощь мобилизованным и добровольцам оказывает регион? Кто может поступить на военную службу по контракту и как это сделать? На эти и другие вопросы ответит начальник пункта отбора на контрактную службу города Самары, подполковник Алексей Савченко. Здравствуйте, Алексей Валерьевич! Да, добрый день! Алексей Валерьевич, сегодня кто приходит на пункт отбора? Имея в виду мужчины, какого возраста, какого социального положения, семейные, несемейные? Да, на пункт отбора к нам прибывают различные категории граждан. Возраст, наверное, средний все-таки это 30-40-50 лет. Ну и, конечно же, есть и юноши от 18 лет, есть уже такие возрастные, будем так говорить, мужчины, которым там 62-63 года и так далее. Мы в любом случае отбор на контракт организуем в возрасте от 18 до 65 лет. Предлагаем всем именно воинские должности по их выбору. Сразу хочу забежать вперед и сказать, что военнослужба по контракту – дело добровольное, и поэтому прибывший к нам мужчина выбирает для себя и войска, будем так говорить, и должность, в том числе родственной военной учетной специальности, которую он приобрел ранее при прохождении службы, либо родственной гражданской специальности. Если он хочет обучиться новой специальности, мы тоже можем подобрать ему должность и уже конкретно воинскую часть направить, где будет проводиться и боевое слаживание, и боевая подготовка в тех подразделениях, куда он прибудет. Ну, соответственно, мужчины в этом диапазоне широком возрасте от 18 до 65 лет, есть и семейные, есть и несемейные. А как меняется активность тех, кто приходит и хочет заключить контракт? Ну, активность с чем-то связать тяжело, потому что люди идут каждый день. И мы видим эту активность по тому, как обращаются они в военные комиссариаты, где проживают, либо стоят на воинском учете, либо как обращаются непосредственно к нам. В среднем по 20 человек, по 25 человек в день к нам обращаются с заявлением о поступлении на контракт. В том числе обращаются и в военные комиссариаты. Здесь, наверное, тоже забегая вперед, следовало бы сказать о том, что сейчас временно исполняющего обязательства губернатора Самарской области принято решение о выплате с 1 июля всем гражданам, заключившим контракт о прохождении военной службы, единовременно в течение месяца, суммы в размере 1 миллиона рублей. Эта информация активна сейчас у нас, как реклама, распространяется и в интернет-ресурсах, и наглядная агитация. Здесь, может быть, как одним из факторов, что послужило именно тому, что побудило ребят прийти и заключить контракт, одна из мотивов. Один из мотивов. Единственный ли он, говоря о мотивации? Вот именно это и хотелось сказать, что здесь очень многие идут, видя тот беспредел, будем так говорить, который творится, это теракты, которые произошли за последние месяцы в нашей стране, очень многие именно идут и говорят о том, что необходимо закончить вот это вот, будем так говорить, безобразие в кавычках. Конечно же, победой Российской Федерации здесь мы понимаем, что многие идут, кто-то к другу, кто-то к командиру, с кем раньше служил, некоторые идут и к отцу, а кто-то идет и к сыну, именно в те подразделения, где они выполняют боевые задачи. Тот боевой дух, то чувство плеча, которое сейчас у нас на, будем так, в подразделениях, выполняющих боевые задачи, он очень для мужчины это святое, именно защитить свою страну, защитить свою родину, защитить своих родных. И вот этот боевой дух, который там приобретается, то товарищество, то чувство плеча, о чем я говорил, оно очень побуждает именно ребят встать и пойти на защиту нашей страны. Вы знаете, наши корреспонденты работали на пункте отбора и говорили с мужчинами-добровольцами, которые заключали контракт на военную службу. Давайте их послушаем. Многие ушли по мобилизации. За ними также пошли мои друзья, но уже по контракту. Я не смог просто так сидеть на месте, собрал вещи и приехал в инкомат. Нужно понимать, что происходит в этом мире и выбирать правильную позицию для того, чтобы принести мир этому миру. Честь Родины, долг Родины – это долг каждого граждан России, долг каждого, кто живет в своей стране, потому что страна – это твой дом, и этот дом надо защищать, потому что в этом доме живут твои родные, твои близкие, дети. Если ее не защищать, то хаос будет во всем мире. Во-первых, конечно, какая-то вот такая радость, гордость, то, что, ну, выполнил задачу, а во-вторых, то, что, ну, когда смотришь на вот этих вот местных, которые, как я уже говорил, естественно, просто рады тебе, какое-то, я не знаю, что-то человеческое в душе шевелится, что, ну, просто помогли людям избавиться от вот этого. По золу сердца, Родину нельзя оставлять в сложные моменты, независимо от всех ситуаций, поэтому решили все поехать, чтобы помочь Родине. Могу сказать, что большое количество людей идет именно на добровольных началах, подписывают контракты, служат в разных подразделениях. Надо отдать должное, и государство, и регион действительно серьезно поддерживают. наших воинов предусмотренные, и ежемесячные, и единовременные выплаты, о чем вы уже говорили, а также ряд льгот для членов семей, бойцов, контрактников. Расскажите, еще раз повторите, на какую единовременную выплату может рассчитывать добровольцы, подписавшие контракт? Действительно, сейчас эта сумма значительно возросла. Раньше она была, по-моему, 800 тысяч. Да, сумма была 800 тысяч, но сейчас уже миллион. Причем мы можем говорить о том, что при участии именно в выполнении боевых задач, либо других задач в зоне специальной операции, уже первое денежное удовольствие у нас служащего по контракту будет составлять 210 тысяч рублей. От 210 тысяч рублей. Это причем на воинском звании, воинском звании рядовой, на первом тарифном разряде. Чем выше тарифный разряд, тем выше воинское звание, тем, соответственно, и выше денежное удовольствие. К примеру, уже командир отделения будет получать в воинском звании младший сержант либо сержант 238 тысяч рублей в месяц и больше. То есть мы сейчас говорим о том, что миллион, который выплачивается в Самарской области, это без учета первого денежного удовольствия. То есть при том, что при зачислении в списке части, по прибытию в воинскую часть, и уже при предоставлении и прохождении документов для выплаты, мы понимаем, что человек, находящийся непосредственно в зоне специальной операции, выполняющий различные задачи, получит от губернатора Самарской области миллион и 210-238 и так далее. В зависимости от должности уже миллион 200-300 тысяч рублей. Я здесь бы хотел добавить именно тех выплат, которые гарантированы также законодательством Российской Федерации. За, будем так, выполнение боевых задач у нас каждый военнослужащий получает награды. Это государственные награды и так далее. Каждый государственные награды, в том числе, идет выплат от 100-120 тысяч рублей либо в моменте разово, либо делится на год и выплачивается частями к денежному удовольствию. В том числе здесь бы тоже хотел добавить о том, что возможность получения офицерского звания лейтенант очень большая, потому что те ребята, которые уже профессионалы, да, и в новых условиях выполнения боевых задач выполняют задачи те ребята в воинском звании рядового, сержантского состава, прапочков, также получают у нас приказами первого воинского звания офицера. И сами понимаете, что раньше, чтобы стать офицером, необходимо было закончить военное училище, либо военный институт, пять лет отучиться, сейчас буквально уже месяц, два, три, где-то полгода, у кого как. И становятся командирами зводов, заместителями командиров роты, выполняют задачи. Ну и, соответственно, денежное удовольствие выше. Я, конечно, не хотел бы в своем, будем так говорить, интервью, сейчас ударение делать на высокие денежные удовольствия, на именно выплаты единоразовые, но мы здесь должны понимать, что когда мужчина уходит на специальные операции, выполняя боевые задачи, его семья однозначно должна остаться с поддержкой, потому что он работал здесь у нас, будем так говорить, на гражданке, зарабатывал зарплату, содержал семью, и сейчас мы не имеем морального права оставить его семью без поддержки, в том числе и без денежной. Безусловно, но кроме денежной поддержки еще есть ряд льгот, достаточно ощутимых, которые направлены на улучшение, в том числе материального положения, конечно. Это помощь и поддержка и женам, и детям контрактника. Вот об этом расскажите, пожалуйста, эти льготы касаются и образования, и досуга. Да, расскажу. Для того, чтобы не тратить много времени, я основные льготы сейчас перечислю. А так, в открытом доступе, в базе консультанта, есть постановление правительства Самарской области, которое так и называется о мерах социальной поддержки военнослужащих и членов семей, в котором практически, если распечатать, на 11 листах меры социальной поддержки, предоставляемые Самарской области. Поэтому документ в общем доступе, спокойно можно открыть и посмотреть. В том числе данный у нас документ имеется в военных комиссариатах. Если кому-то тяжело с интернета найти это постановление, пожалуйста, приходите в военный комиссариат по месту жительства, там мы предоставим и ознакомимся со всеми мерами соцподдержки. Ну, в двух словах я перечислю. Это первое, конечно же, освобождение родителей от платы за дошкольное образование. Второе, это обеспечение одноразовым бесплатным питанием учеников с 5 по 11 класса. В том числе компенсация расходов за оплату жилищно-коммунальных услуг в размере 50%. Это и единовременная выплата в размере от 201 тысячи рублей на приобретение и установки внутридомового газового оборудования. Мы понимаем, что для некоторых районов отдаленных это очень актуально. Сейчас и такая мера поддержки, она очень у нас, как говорится. И сумма эта тоже выросла, потому что раньше она равнялась 169 тысячам. Да, да. Еще если вот в прошлом году осенью мы говорили о том, что сумма была 169, сейчас уже 201 тысяча рублей. Поэтому мер социальной поддержки очень много. Я просто бегло пробегу и перечислю. Это льготные билеты. До 50% стоимости на спектакли и концептах учреждений культуры. Освобождение от уплаты транспортного налога на автомобили, мотоциклы, катера и другие средства передвижения. Освобождение от начисления пении в случае несовременного, неполного внесения обязательных платежей из жильев Самарской области. Бесплатные юридические консультации по всем вопросам гражданского законодательства. Детям-участникам СВО предоставляют путевки в детские оздоровительные лагеря и так далее. Вот сейчас очень актуально, в летний период еще могут воспользоваться этой возможностью. И очень важно, и для многих отцов, которые пошли подписывать контракт, это возможность поступления ребенка в тот вуз, скажем, или СУЗ, о котором девушка или юноша мечтали, но казалось это недосягаемым. Сегодня это возможно. Да, возможно. Поступление организуется для детей-участников специальной операции на бюджетные места по квоте, которая выделена в Министерство обороны, в Министерство образования, в учебные заведения высшего и среднего профессионального образования. Да. И сам участник СВО, кстати, тоже может воспользоваться этой льготой и поступить в институт, возможно, после прохождения военной службы. Да, именно это право и до начала специальной операции, и сейчас оно действует, это получение образования на уровень выше, имеющегося за счет, будем так говорить, Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому здесь в плане повышения образования, повышения именно уровня образования, конечно же, здесь очень много преференций. Да. Конечно, существует еще такая мера поддержки, как кредитные каникулы. Это очень важно, да, и автокредитование, и о многих вот еще вы, конечно, сейчас сказали, все это, конечно же, очень важно. А вот обратившись в пункт отбора на контрактную военную службу, добровольцы, они могут задать вот все эти вопросы, которые я сейчас вам задаю, и получают они на них ответ в полной мере? Да, у нас наглядная агитация предоставлена как в военных комиссариатах, так и в пункте отбора. Это у нас альбомы подготовлены и содержат все ответы. Но я больше скажу для того, чтобы мы понимаем, что некоторые работают, у некоторых отпускают и так далее. Нет возможности прийти к нам в пункт отбора, либо в военкомат. У нас два сайта сейчас работает. Сайт Самарской области и работает сайт Тольяттинский, города Тольятти. Поэтому задать вопрос службы по контракту города Тольятти, либо службы по контракту Самарской области, вы автоматически попадаете в Google, либо в Яндексе на сайт, где есть раздел «Вопросы». И там типовые вопросы и ответы подгружены. В том числе есть переход по ссылке на сайт Госуслуги, где также есть раздел по вопросам типовым, либо нетиповым. В том числе можно задать вопрос специалисту. В том числе оставить заявку, чтобы мы рассмотрели о поступлении на контракт, можно даже не приходя к нам. Достаточно нажать кнопку на сайте, либо Тольятти, либо Самары, отправить заявку, либо составить анкету, либо задать вопрос. Вы автоматически, вам будет предложено заполнить сведения о себе, имя и телефон, нажать кнопку «Отправить заявку», и специалист с вами свяжется. И все вопросы волнующие можно будет озвучиваться. И вопросы можно уточнить. В том числе у нас работает в Самаре телефон единой горячей линии Министерства обороны 117, где также специалисты колл-центра отвечают на 90% задающих вопросов. В случае, если вопрос специфический и очень требует проработки, они переадресовывают соответствующим специалистам военных комиссариатов либо в пункт отбора на наши уже те узкие специалисты, которые профессионально в этом работают, разбираются. Поэтому здесь без ответа не останется никто. Расскажите теперь подробнее, как осуществляется отбор на военную контрактную службу, каковы критерии этого отбора. Я имею в виду тут пол, ну про возраст вы говорили, про пол понятно, состояние здоровья, социальное положение, образование как учитывается? Да. С началом специальной операции сейчас у нас уровень образования не рассматривается и не учитывается. На контракт может поступить любой гражданин, имеющий любой уровень образования, даже без образования. По состоянию здоровья мы рассматриваем к заключению контракта граждан, имеющие категорию годности А, Б или БВ. Раньше мы не рассматривались категории В и на призыв не могут поступить граждане, имеющие категорию В. Поэтому сейчас у нас три категории по состоянию здоровья. Не могут поступить на контракт. Это заболевания социально значимые, либо психические расстройства. Мы понимаем, что это работа с оружием и так далее. В том числе не могут поступить на контракт граждане, у которых есть отдельные уголовные правонарушения. Это такие тяжкие статьи, по которым мы, конечно, не рассмотрим. Но их перечень минимален. Поэтому сейчас исключены полностью любые какие-то препятствия гражданину, изъявившему контракт, желание заключить контракт. Если он готов убыть за один день, оформиться и к вечеру убыть, к примеру, воинскую часть, выбранную им, мы готовы за один день провести с ним мероприятие отбора. Необходимо обратиться либо к нам непосредственно, либо в военный комиссариат. Мы организуем тут же, у нас есть медицинские работники, которые проверят в том числе наличие диспансерного учета, либо отсутствие этого учета. В том числе за два часа проверим наличие уголовных административных правонарушений. Никаких препятствий не будет. Ни по каким поликлиникам, госпиталям, больницам, ни по каким анализам мы гонять никого не будем. Достаточно прийти, и врачи-специалисты уже определяют здесь, по данным диспансерного учета и по внешнему осмотру, категорию годности к постоянному здоровью. Поэтому сейчас для нас важно, что тот человек, который «собрался» пойти туда, в зону специальной операции, и выполнять боевые задачи, мы готовы за один день с ним проработать. Если пришел к вам человек, который повар по образованию, он непременно получит на службе должность повара, или вообще это с ним как-то вот оговаривается? Желание учитывается и возможности? Желание учитывается 100%. Потому что в любом случае каждый гражданин и пишет заявление о том, что я заявил желание заключить контракт в такой-то воинской части, на такой-то воинской должности. Здесь хотел бы очень тоже заострить внимание на том, что мы направляем ребят по их желанию. Есть ребята, которые приходят и говорят, не надо мне никакой подготовки, не надо мне ни к чему готовиться, я готов, я буквально вот только вернулся, я хочу пойти, я все знаю, давайте меня вот в это подразделение, я туда поехал. Мы организуем через неделю, через две, может быть чуть раньше, он уже будет на тех позициях, на которых ему будет указано приказом выполнять боевые задачи. Но есть ребята, говорят, в силу физического состояния своего, в силу здоровья. Мы не можем, допустим, наравне с молодыми бегать и так далее, там выполнять какие-то боевые задачи. Нам бы куда-нибудь, где выполнять уже родственные гражданские специальности, задачи, это, скажу об этом, это подвоз техники, подвоз боеприпасов, эвакуация техники, ремонт этой техники, подвоз горюче-смаженых материалов, в том числе, как вы сказали, организация горячего питания, банно-прачечное обслуживание. Мы понимаем, что ни одна воинская часть не сможет без человеческих необходимых минимальных условий выполнять определенные задачи. Поэтому здесь, конечно же, есть части и тылового, и технического обеспечения. Если человек пришел и говорит, что ну вот не получится у меня с молодыми наравне бегать, давайте меня куда-нибудь в тыл. Я вот профессиональный, у меня права категории С есть, а может быть Д и Е. Либо я автомеханик, я умею там, буду технику восстанавливать, либо я повар, то, конечно же, мы будем назначать именно те воинские должности, которые тоже будут выполнять задачи в зоне специальной операции, ну, будут на удалении, конечно, от линии соприкосновения на соответствующее. Каждая работа оплачивается, и на службе на военной есть зарплаты, и вы уже обозначили этот момент, что в зависимости от звания, в зависимости от должности, есть эта вилка, да, но минимальная оплата в месяц 210 тысяч, да? От 210 тысяч. А есть ведь еще какие-то дополнительные выплаты, там, за подбитую технику, еще вот об этом расскажите. Да, здесь... Такая мужская тема, конечно, не женский вопрос, но тем не менее, это может быть кому-то интересно. Очень мужская тема, вы все смотрите наше телевидение, и первый, и второй канал, и видите, как наше руководство страны награждает наших ребят за уничтожение, либо за подбитие техники противника. У нас выплаты идут от 50 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. К примеру, захват танка «Абрамс» выплата гарантирована 1 миллион рублей. Поэтому здесь в вопросах именно правильно вы сказали, что это настоящая мужская работа, потому что мальчишки, они всегда и в детстве всегда бегали с автоматами, играли войнушку и так далее. То здесь, конечно же, примирование государством, выполнение этих боевых задач, для наших ребят, конечно же, является большим стимулом. За каждый километр продвижения в составе штурмовых подразделений выплачивается 50 тысяч рублей. При выполнении боевых задач у нас один день, будем так говорить, нахождения, да, и выполнение боевых задач на определенных позициях, отданных распоряжением соответствующих командиров, выплачивается от 8 тысяч рублей. То есть вот тоже это дополнительно... Все учитывается. Каждый вклад в эту сложную работу, он учитывается и оплачивается. Да, я еще раз хотел бы повторить, что понятно, что мы очень много на этой передаче говорим о деньгах. Но государство гарантирует... Это оплата труда. Семья получит, и семья будет ждать, знать, что они никогда не будут, будем так говорить, обездолены, да, и без внимания государства. Да. Расскажите, имеют ли право граждане, которые подлежат призыву, призывники так называемые, да, на военную службу, заменить ее на военную службу по контракту? Да, имеют полное право. Сейчас год военной службы по призыву, они могут заменить годом военной службы по контракту. Причем мы понимаем, что это ребята, юноши, да, в том возрасте, когда еще сознание, может быть, не у всех окрепло и так далее. Поэтому для таких ребят, которые хотят заключить контракт, мы, конечно же, будем предлагать военские части, это 12-го главного управления, это части, которые не принимают участие в специальной операции, слава богу, не принимают. Поэтому здесь, конечно же, будет повышенный отбор и по состоянию здоровья, и по уголовным административным правонарушениям. Но в любом случае, очень много у нас, не могу назвать количество, но очень много ребят выбрали для себя замену службы по призыву на службу по контракту и проходят службу в частях, будем так, обеспечения 12-го главного управления. Поэтому здесь эту работу мы и до специальной военной операции проводили. Но здесь есть, конечно, разница. В инослужащий по призыву понятно, что это год в казармах, без отпуска, а в инослужащий по контракту уже первого дня своей прохождения службы на него все социальные льготы распространяются, в том числе и по обеспечению квартирой. Здесь хотел бы я тоже буквально две минуты уделить. Да, потому что у нас как и до специальной операции, так и сейчас работает программа кредитования НИС, накопительная потечная система от Министерства обороны Российской Федерации. Как это работает в двух словах. При заключении контракта автоматически каждый выносующий по контракту становится участником накопительной потечной системы. На его именном счету идут накопления ежемесячно. Распорядиться этими деньгами выносующие не могут, но эти деньги накапливаются, и через три года на его именном счету лежит более миллиона рублей, который является для него первоначальным взносом для приобретения квартиры. То есть, вынослужащий не вкладывает ни копейки. Потом банки-партнеры, которые работают с Министерством обороны, предоставляют, к примеру, сумму от 4 до 6 тысяч рублей в зависимости, какой банк какую сумму предоставляет. И на эту сумму вынослужащий имеет право купить себе квартиру. Квартиру он может купить не только по месту прохождения службы, но и выбрать любой город Российской Федерации и приобрести себе эту квартиру. Он может продавать, жить в этой квартире, может быть, допустим, там мама будет, там жена у него жить, там родственники будут жить в этой квартире. В любом случае, он за нее будет платить только жилищно-коммунальные услуги. Пока он проходит военную службу, ипотека автоматически от Министерства обороны погашается, он отслужил контракт. У него, кстати, год за три идет. То есть, льготная выслуга идет. То есть, он к 35 годам, грубо говоря, уже военный пенсионер, имеет военную пенсию, у него есть квартира, он достаточно, в принципе, неплохие, заработал деньги за время службы. Поэтому здесь вот тоже такая вот интересная альфметика. Поддержка продуманная. Да. Иностранные граждане могут заключить контракт? Если да, что они за это имеют, какие преференции? Самая важная преференция для иностранных граждан это получение внеочередное гражданство Российской Федерации для его и для членов его семьи. То есть, сейчас достаточно заключить контракт о прохождении военной службы. Он подает после прибытия воинской части соответствующую справку от командира воинской части, и копия контракта направляется в адрес УФМВС по месту нахождения воинской части. УФМВС рассматривает его документы и гражданство ему и членам его семьи предоставляется. Здесь еще самое главное, что как только он становится гражданином Российской Федерации, все меры социальной поддержки, денежное довольствие и льготы, о чем мы сказали выше, также на них распространяются. То есть, мы это прекрасно понимаем, что многие въезжают в Российскую Федерацию, работают здесь, выполняют какие-то там задачи и так далее. А сейчас это гораздо упрощено. Причем подразделения мы стараемся делать уже по типу, ну, не смешанному, а именно вот по духовному, будем так говорить, их, да, по национальности, будем так говорить, чтобы вот они проходили службу и чувствовали и родной язык, и какие-то у них есть устои, какие-то регулиозные там традиции и так далее. Поэтому здесь тоже мы к этому относимся ответственно. А много таких идут? Ну, мы не можем говорить в открытом эфире количества, но ребята такие есть. идут, да. Давайте теперь вот на порядке поступления на службу по контракту, как написать заявление, как подать документы и вообще достаточно сложно это или просто сделать? Пакет документов большой? Да, проще некуда, как я уже говорил, подать заявку можно через сайт госуслуги, но необходимые документы можно, не выходя из дома, заполнить на сайте mil.ru, это официальный сайт Министерства Бороны. mil.ru, все. Там есть все разделы, в том числе вот в титрах у нас будет здесь телефон сейчас под нашим интервью, там есть телефон нашего сержанта, он тоже участник специальной операции, можно позвонить ему, он сориентирует, куда прийти и как быстрее подать эти заявления. Даже можно эти заявления отправить почтовым отправлением. А, конечно же, самое лучшее это прийти пешком либо в военный команд, либо к нам по адресу Ленинская 147 и написать заявление. Достаточно для нас документов, первое, это заявление, анкеты, которые тут же заполняют в течение пяти минут и паспорта военного билета при наличии. Нет военного билета, мы выдадим военный билет, в том числе документы о рождении детей при наличии детей, связи о браке при наличии супруги. Все. Никаких других документов не требуется. Нету СНИЛС, нету ИНН, мы здесь же через сервисы подгрузим, узнаем сами эти сервисы, ну то есть для внесения в базу мы эти узнаем. Поэтому, как и в вопросах отбора по медицинским комиссиям, так и по предоставлению документов проволочек нет от слова совсем. Анкета предусматривает заполнение графы автобиография. Справляются? Сложно? Много там вопросов? Автобиография, надо ответить на вопросы. Ты родился? Где ты проживал? Где ты обучался? В каких классах? В каких институтах? Работал на каких должностях? Кто твои родственники? Выезжал ли за границу? Все. Все прицеленно. Не надо ничего там фантазировать. Некоторые приходят там, юноши 18-19 лет, у них и написать-то нечего, потому что они вот только школу закончили, грубо говоря. Ну да, конечно. Поэтому здесь... Биография пока еще только начинается, возможно, с этого очень серьезного выбора. У нас совсем немного времени остается, но у вас есть возможность что-то сказать вашим потенциальным слушателям, тем ребятам, мужчинам, которые приходят к вам в пункт отбора, можете обратиться. Да, хотел бы обратиться в двух словах, именно вот с таким, как говорится, посылом. Есть вопросы, вы придите к нам и задайте эти вопросы. Мы ответим. Мои ребята, кто у нас служит, они все участники специальной военной операции, все имеют полное моральное право разговаривать, именно отвечать на те вопросы, которые у вас возникнут. Ну, в том числе, если нет возможности прийти, можно позвонить по телефону, который здесь будет указан в титрах. Если есть возможность прийти в выходные дни, мы понимаем, что многие работают с понедельника по пятницу, некоторые по субботу, можно прийти к нам и в воскресенье. У нас дежурство организовано круглосуточно, поэтому не стесняйтесь, приходите, звоните, переходите на наши сайты, черпайте информацию. Сейчас уже как бы нет той информации, которую мы бы не знали и не могли бы до вас донести. Наше эфирное время подошло к концу. Алексей Валерьевич, я благодарю вас за подробное разъяснение. Напомню, гостем в студии был начальник пункта отбора на военную службу по контракту города Самары подполковник Алексей Савченко. Всем участникам СВО выражаем сердечную благодарность. Возвращайтесь с победой. На этом я с вами прощаюсь. Берегите себя и своих близких. Субтитры подогнал «Симон»